Добрый день, уважаемые коллеги. Я пару слов скажу вступительных. К сожалению, отсутствует Ольга Владимировна Обухова, которая должна была рассказывать про ВМП и его высокотехнологичную медицинскую помощь и ее перспективы на 2017 год. Опять же, не отпустили ее дела. Планировала, что будет одноканальное финансирование уже начиная с 2017 года, и программа ВМП будет завершена. Однако, то, что Ольга Владимировна не с нами, как раз говорит о том, что ВМП в 2017 году сохранится. Вот только что мы с ней переписывались за время этой дискуссии, и она просила передать, что будут, направят нам на согласование эти тарифы ВМП. И опять же, как Мария Владимировна говорила, мы будем как внешние эксперты послушать нас или нет, неизвестно. В прошлое, когда два года назад делали, никто нас не послушал, к сожалению. И что какая-то часть методов опять будет пересена из одного кода ВМП в другой, то есть ВМП-1, ВМП-2. Но, тем не менее, на 2017 год ВМП пока в России остается. Что будет дальше, неизвестно. Это такое краткое резюме ее доклада. Теперь некоторые из здесь присутствующих были в прошлом году на похожей секции. И я делал очень похожий доклад про 2014 год. Он в большой степени будет повторяться. Я это сделал сознательно. Не то, что мне было лень готовить новые слайды, совершенно не так. Но я сознательно остановился на некоторых тех же самых вопросах, для того, чтобы мы смогли сравнить, что было в прошлом году и что в этом. Итак, сколько денег тратится, мы, на самом деле, не очень знаем именно в онкологии. Но, тем не менее, несколько слов. Бюджет ОМС, Фонда Федерального обязательного медицинского страхования, постоянно растет. В 2015 году он составил колоссальные средства, больше полутора триллионов рублей. Да, и сейчас он возмещает очень многое. Это основной источник бюджета стационаров, как сказала только что Мария Владимировна. Хотя те данные, которые мы получили, не совсем об этом говорят. Да, вот в прошлом году Минфин выкладывал целиком эту таблицу на свой сайт. В этом году не выложил. Поэтому вот здесь вот желтеньким мне пришлось дорисовать самостоятельно. Но, тем не менее, вы видите, что в прошлом году, в 2014 году бюджет планировался как триллион двести миллионов. И был недовыполнен на 85% все было выполнено, на триллион. В этом году было запланировано меньше полутора, реально больше полутора. То есть он на 110% бюджет в 2015 году был выполнен. То есть вроде денег в системе становится все больше. Да, за пять лет вы видите рост больше, чем в 10 раз. И эта тенденция, по идее, должна сохраняться. Хотя, конечно, экономическая ситуация усложняется. И чем все закончится, никто не знает. Сколько же денег тратится конкретно на онкологию? Тот же самый вопрос у меня был в прошлом году. Мы для того, чтобы узнать, провели анкетирование руководителей онкологических учреждений. И задавали вопросы, очень похожие на те, которые были по результатам 2014 года. Но, учитывая некую неопределенность, которую мы получили в ответах, мы эту анкету слегка модифицировали. Немножко более ее сделали четкой. Хотя, получив ответы, я понимаю, что нам к следующему году придется еще ее несколько модифицировать. И вот те данные, которые будут по сравнению, они, как мне кажется, в некоторой степени связаны еще с тем, что чуть-чуть по-разному собирались данные в 2014 году и в 2015. Итак, в 2014 году 75% учреждений ответило на наши запросы. В 2015 году все то же самое. Те же самые 75% учреждений ответили на наши вопросы. Поэтому, в общем-то, достаточно релевантное получается число. И можно экстраполировать те данные от 75%, которые мы получили. Вот, обратите внимание, в 2014 году те учреждения, которые нам ответили, говорили, что они потратили порядка 40 миллиардов рублей. И при экстраполяции на всю страну получилось порядка 55 миллиардов. В этом году практически те же самые учреждения, конечно, ответили. Естественно, кто не отвечает, тот и никогда не отвечает. В этом году они же сказали, что потратили почти уже 60 миллиардов рублей. Почти в полтора раза больше. Приятно. Да, и при экстраполяции получается, что это больше 70 миллиардов рублей в онкологической системе потратилось в 2015 году. Я вот здесь сидят руководители учреждений онкологических. Кто из них может почувствовать, что они потратили в полтора раза больше? Я вот хочу это тоже в глаза этим людям посмотреть. Значит, федеральные центры в этом году ответили хуже. Только 4 ответила. В прошлом году было 5. И общий объем средств, соответственно, стал меньше. Но и уменьшилось количество средств, которые тратились на одного пациента. Если в среднем данного пациента в 2014 году по подсчетам получилось 118, в этом 113. Но это, возможно, ошибка. Все-таки федеральных центров у нас не очень много. Увеличилось количество повторных больных. Если раньше госпитализировалось, там было соотношение почти 60 на 40, то теперь оно практически сравнялось. С чем это, на мой взгляд, в том числе связано? С тем, что после того, как 915 приказ об оказании онкологической помощи населению стал активно работать, и многие неонкологические учреждения стали активно заниматься лечением онкологической патологии, это привело к тому, что число рецидивов стало увеличиваться, и в большой степени эти пациенты стали обращаться в федеральные центры, поскольку достаточно сложная у них патология получается, и региональные диспансеры не всегда с ними справляются. И вот еще. Тут те, кто работает в федеральных учреждениях, знают про новую игрушку Минздрава. Те, которые в них не работают, может быть, про это слышали. Это протоколы клинических апробаций. Минздрав сказал, что какие-то колоссальные средства он на это выделил. Вот, значит, 1% всего получается средств в бюджете учреждения идет через протоколы клинических апробаций в 2015 году. Поэтому пока этот посыл Минздрава, он, к сожалению, не работает так, как хотелось бы сотрудникам федеральных учреждений. Но вот жаль, что мы не выслушали Елену Вячеславовну Акунькову на эту тему ее видение, как это должно все развиваться. Онкологические диспансеры. Здесь объем средств увеличился значимо. При этом также увеличился достаточно серьезно. То есть здесь было 48, здесь 54 тысяч рублей, которые в среднем тратятся в год на одного пациента. И обратите внимание, что сравнялось количество денег максимальное, которое сообщило о средней трате в год на пациента в федеральное учреждение. Мы про стационарно сейчас говорим больных. Да, с теми деньгами, которые максимально тратит онкологический диспансер. При этом учреждения, которые, онкологический диспансер, которые стали стратить много денег, их стало больше, намного больше. И тоже обратите внимание, ситуация с первичными и повторными больными. Число повторных больных увеличивается. Большая проблема – укомплектованность кадров. 25% кадров врачебных в диспансерах по стране не укомплектовано. И что касается источников финансирования, в онкологических федеральных центрах ОМС – это существенно меньше половины, это порядка 40%. В онкологических диспансерах – это порядка 70%. То есть, когда Мария Владимировна говорит, что 75% средств в ОМС, получается немножко не так. 40%, но здесь меньше 75% и в федеральных учреждениях не берете. Хорошо. Но все равно. Тем не менее, получается, что онкологические пациенты где-то порядка, ну, процентов на 60 лечатся за счет средств ОМС. Достаточно много лечатся за счет высокотехнологичной медицинской помощи. Значит, средний расход на пациенты зависит от регионов. Есть, конечно, регионы такие, как Южный и Северо-Кавказский, где вообще ситуация очень плохая. Вы видели, что данные о 8 тысяч рублей в среднем на пациенты – это дагестанский онкологический диспансер. В общем, совсем там беда. Ну и, соответственно, по этим регионам. Значит, серьезно уменьшилось в Центральном федеральном округе почему-то. В прошлом году было около 60 тысяч средним на пациента. Ну и увеличилось достаточно хорошо. Это Северо-Западный, Приволжский и Сибирский. Да, он вышел в регионы больше там 120 почти тысяч в среднем на пациента. То есть, практически те же самые деньги, которые тратятся в федеральных учреждениях. И также мы просили, чтобы рассказали нам учреждения о тех проблемах, которые у них есть. Они практически не поменялись с прошлого года. Да, это недостаточное финансирование, дефицит оборудования и зданий. И что хотят федеральные центры – это увеличение числа протоколов клинических опробаций. Что еще, с какой проблемой столкнулись онкодиспансеры. Многие из них по программе модернизации в онкологии получили новое оборудование. И в том числе закупили аппараты для гаммотерапии дистанционной, контактной. И вот сейчас подходят те годы, когда им надо менять источники. И вот они сталкиваются с ситуацией, что стоимость источника существенная. И в полтора раза превышает стоимость аппарата, который они тогда покупали 5 лет назад. И спрашивают теперь, ну и нас, как профессиональную ассоциацию Минздрав, пишут письма. А что же нам делать, раз источники такие дорогие? И, в общем, конечно, ответ на этот вопрос очень простой. Кто вас заставлял покупать эти аппараты? Я думаю, что многие из вас знают, что заставляло покупать эти аппараты. Но ответа на самом деле нет. И новые аппараты у них денег покупать нет, и источники тоже покупать нет. Поэтому есть вероятность, что доступность лучевой терапии может ухудшиться. Вы с чем-то не согласны, Георгий Мюстерьевич? Я потом скажу. Хорошо, спасибо. Потому что я уже заканчиваю, потому что кажется, что эта воронка денежная нас засасывает. А мы надеемся все-таки, что это даст росток новому чему-то хорошему и зелененькому. Спасибо, Александр Ильич. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы, Александр Ильич. Уважаемые коллеги, еще извините, вот такое. По идее сейчас у нас плану планировался перерыв. И потом еще три, по-моему, доклада. Четыре. Роза Исмаиловна уже выступила. У нас остается четыре, да, все равно? Да, четыре остается. Вот как вы думаете, имеет смысл нам без перерыва, может быть, и побыстрее закончить? Пять минут – это не перерыв. Он или есть, или нет. Ну что, перерыв? Хорошо. За перерыв в основном? Хорошо. Ну, как хотите. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова